итак я абсолютно всех вас приветствую на своем канале гражданин мира и сегодня как вы уже догадались мы будем смотреть два города которые расположены неподалеку от друг друга это хако даты япония и южно-сахалинск россия подобные сравнения очень часто мне предлагались поскольку приграничные города и конечно же спасибо огромное заказчику который предложил сделать данное сравнение возможно кто-то заметил но наконец я взял микрофон до этого вы наверное узнаете это первый раз но все эти ролики все три года я записывал на обыкновенный смартфон а поначалу даже не над смартфон она один из первых сенсорных телефонов поскольку там микрофон был гораздо лучше чем среднестатистический компьютерный микрофон взял я не особо дорогой студийный микрофон и надеюсь вам понравится качество звука в любом случае мне теперь комфортнее для вас записывать новые видео ну и давайте же пожалуй начнем нашу прогулку по крупным улицам и начнем с южно-сахалинска в этот раз я хочу уделить минимальное внимание достопримечательностям хоть и я отметил некоторые места для просмотра мы посмотрим в основном улице особенно частный сектор сначала мы отправимся на крупную улицу и посмотрим как же выглядят и посмотрим как же выглядят улицы которые расположены близ границ с японией это одна из крупных улиц южно-сахалинска и выглядит она таким вот образом улица называется проспект победы в первую очередь хочу отметить что это майские снимки 2013 года и видим что еще не полностью все деревья озеленились но это и служит неким плюсом поскольку мы лучше можем рассмотреть здания которые скрываются за кронами деревьев например здесь мы видим вполне такую стандартную панельную многоэтажку видим крышу по всей видимости такая из черепицы здесь уже успели покрасить что хочется отметить по поводу дороги вполне обычная для крупной улицы не самый лучший пример но и бывает конечно же хуже по поводу тротуара здесь уложена вот такая вот плитка не самая свежая но довольно неплохая имеется вот здесь перила ограждения и довольно такой массивный бордюр здесь мы видим ливневки в общем дорожная инфраструктура здесь присутствует имеется ну некоторая такая заявка на безбарьерную среду множество проводов над дорогой и здесь как бы япония не была развитой страной но частенько мы замечали что там над землей идут провода из-за сейсмической активности данный город южно-сахалинск тоже может иметь оправдание плане сейсмоактивности но все-таки в других городах россии мы видим подобную картину здесь у нас вент фасад насколько я понимаю такое вот спорное решение в плане дизайна и вот этот вот балкончик это конечно самое настоящее творение здесь прекрасно все и материал из которого он исполнен и цвет и габариты и вот это вот винтажная антенна которая обязательно должна ловить новости с политической арены ну а вот чего не отнять у данного города так это прекрасные виды на горные хребты посмотрите как это здорово смотрится и возможно те кто хотели бы заказать новые идеи и не знают чтобы еще интересного можно выделить среди желаемых городов мне кажется вот именно таких картин нам и не хватает в чете это тоже несмотря на ужасные виды мусорные зеленые холмы выглядывающие из-за серых крыш зданий было таким вот глотком свежего воздуха наверное в остальном здесь что хочется сказать по поводу данного вида в общем видите что есть освеженные фасады что-то вроде реновации такие вот советские магазинчики но кстати не самый худший пример из советской архитектуры если это можно сказать в остальном это такая типичная крупная улица серенького городка россии со своими плюсами и минусами по поводу панорамы здесь в основном многоэтажки и поэтому я хочу посмотреть еще один вид крупной улице пожалуй вот такую вот улицу здесь я выберу предыдущую я попытался посмотреть но там тоже было множество многоэтажек и данный вид считаю наиболее приемлемым здесь какая-никакая но старинная архитектура имеется посмотрите как она выглядит единственная претензия это то что подпортили большим количеством рекламы в остальном такие же перила ограждения это такой же плиточный тротуар бордюр весьма неплохо но бывает и лучше но вот по поводу дорожного покрытия здесь конечно мне и сказать нечего при этом сами дороги выглядят довольно пыльно чуть дальше мы видим вот такие вот многоэтажки с больной темой балконов здесь это не удалось также избежать здесь балконы еще хуже но вот посмотрите это конечно никуда не годится огромное количество рекламы какие-то ларьки стоит справедливости ради подметить что это 2013 год возможно что-то изменилось и не могу я просто найти более свежие виды приходится смотреть то что имеется поэтому японии я возможно сделаю поправку на это и постараюсь выбрать также более старые виды благо такая функция есть панорамах если имеются старые снимки то можно выбирать год съемки также это огромные баннеры данное здание ну совсем нас не радует и знаете все таки год не такой уж прямо старый чтобы иметь такие ужасные виды как вы знаете мы в германии смотрели 2008 год и там все довольно солидно все смотрелось данное здание тоже довольно неплохо смотрится но опять же как и противоположное испорчено рекламой сзади этих зданий опять же начинаются вот эти вот страшненькие многоэтажки с бюджетными безовкусными балконами отправляемся на крупные улицы японского хакадаты и одна из крупных улиц выглядит таким вот образом довольно непростой город в плане улиц казалось бы крупные улицы кликаю и попадаю на частный сектор которому мы лишь только позже перейдем и пришлось мне несколько раз поискать крупную улицу и наконец я ее нашел и причем такую довольно таки масштабную в плане зданий таким вот образом выглядит перекресток больших улиц конечно в первую очередь что бросается в глаза это качество дороги помимо того что она наиболее солидно выглядит так она еще и чище может быть не идеально но все-таки разница ощутима также это некая такая аккуратность улиц дорожная инфраструктура не сказать что был плохой бордюр в южно-сахалинске но здесь посмотрите он насколько солидно смотрится и здесь я бы даже отметил что даже в развитых странах мира я такое очень редко могу встретить настолько хороший бордюр также это тактильная плитка на каждом углу она имеется и при этом сами дорожки по тротуару тоже из тактильной плитки что еще больше увеличивает комфорт для инвалидов конечно всю картину дополняет озелененная панорама не везде имеются деревья но все-таки если где-то они есть то видно что они довольно чисто и ухоженно смотрятся все-таки здесь видно что это не затоптано не замусорено хотя мусор немножко я здесь видел на панораме 19 года сейчас же мы перешли на 14 год как я и обещал чтобы было максимально справедливо но не могу и на 13 поскольку это самая ранняя панорама 14 год вот здесь я могу перейти ближе к середине и имеется 11 год даже раньше чем в южно-сахалинске конечно по поводу зданий здесь некоторая реклама тоже испортили внешний вид зданий но и с другой стороны здесь здание не такое уж и красивое из какого-то мелкого то ли кирпича то ли плитки здесь наверное что здание что реклама не вызывает никакого эстетического наслаждения из-за это конечно же минус японскому городу но есть и такие более чистые в плане рекламы фасады не идеально но все-таки выглядят здания довольно таки современно хоть и не имеют какого-то эстетического облика но и каких-то старых убогих зданий я здесь не наблюдаю имеются такие вполне обычные ничего не примечательно в этих зданиях но выглядят они достойно здесь что-то более такое интересное современное виде круга вижу что тротуар и такие вот небольшие площадки они смотрятся довольно неплохо при этом чисто имеется безбарьерная среда вот действительно здесь это не какая-то попытка сделать ее а действительно она присутствует в полной мере посмотрите как все хорошо состыкованы такой вот старенький трамвайчик винтажный ну и также имеется более современные давайте также обратим внимание на трамвайные остановки посмотрите они выполнены в таких достаточно подходящих манерах имеется безбарьерный подъем сами остановки выглядят таким вот образом и трамвайный путь отделен самой остановкой от автомобильной дороги что тоже является довольно практичным решением а вот и многоэтажки вот таким вот образом они выглядят это конечно же не сравнится с теми панельными застройками которые мы видели в южно-сахалинске ну и еще одну крупную случайную улицу я кое-как нахожу все-таки это какой-то не город а сплошной жилой сектор и вот на таком вот районе здесь я нахожусь и этот район наименее успешно выглядит здесь уже дорожное покрытие в первую очередь бросается в глаза она действительно на уровне южно-сахалинска может быть даже и хуже но это касаемо данного перекрестка ну и также трамвайные пути выглядят они ну совсем как-то печально также немного усугубляет ситуацию и стертая дорожная разметка которой не хватает освежения здесь уже действительно появились такие огромные паутины электрических проводов что как я уже говорил является последствием сейсмической активности данного региона ну вот что вытягивает картину это причудливые виды растений такие вот карликовые деревья также как и в южно-сахалинске это зеленые холмы участок дороги тем не менее выглядит красиво в этой стороне вместе с растительностью дорожной разметкой конечно не мешало бы освежить но здесь дорога уже пошла получше то есть на перекрестке довольно таки все плохо здесь я вижу вполне обычные фасады ничем не примечательны здесь более такие веселые уже как-то но есть много сереньких неприметных не сказать что ужасно но и не сказать что хорошо теперь давайте обратим внимание на дорожную инфраструктуру здесь у нас снова продолжается тактильная плитка что весьма неплохо безбарьерная среда солидный бордюр и посмотрите как выглядит эстетически данное ограждение да конечно может быть примерно то же самое что и в южно-сахалинске но именно эстетика здесь действительно присутствует ну а также хочу обратить внимание на вот эти вот сорняки на обочине то есть вроде бы тротуар неплохой но под запустили в данном месте это тоже конечно стоит отметить посмотрим одну из достопримечательностей южно-сахалинска это мемориальный комплекс победы таким вот образом он выглядит и я его по-своему назвал это казанский собор на минималках а также здесь у нас открывается вид на кафедральный собор рождества христова что тоже является местной достопримечательностью в общем то само место но довольно ухоженное неплохое и конечно же если бы все улицы южно-сахалинска выглядели таким вот образом то конечно это был бы город абсолютно другого уровня теперь давайте отправимся в частный сектор не уходя от этого города и примерно так же мы сделаем с японским городом и не особо далеко к окраинам южно-сахалинска я ушел и попадаю в такой вот район частного сектора дата съемки 2013 возможно спустя семь лет уже данный район превратился в то что мы видели на улицах японского города но в тринадцатом году это выглядело таким вот образом процесс превращения в цивилизованный город шел полным ходом ветер ломали здесь забор избавлялись от каких-то вот таких вот стареньких построек дорожное покрытие еще не было постелено и имелись такие вот шиферные крыши с такими вот металлическими заплатками смотрите какой деревянный забор но у меня что удивило здесь имеется такая вот колючая проволока при этом сам забор судя по всему не особо и высокие и почему-то проволока идет до этого угла с этой стороны а здесь ее нет то есть тоже очень странное решение можно было бы и не заморачиваться что по поводу тротуара конечно в японии мы вряд ли его увидим в полной мере все таки плотность населения довольно большая сами улочки маленькие и если имеется какой-то тротуар именно в частном секторе то он представляет собой маленькую такую узенькую дорожку здесь тротуар тоже я не обнаружил здесь непонятно обочина тротуар или же какая-то грядка какие-то окопы немножко продвинемся что-то задержался на одном перекрестке все таки на крупных улицах это оправдано здесь же наоборот стоит побольше гулять и замечать все новые и новые инновационные решения видите процесс идет полным ходом фундамент все как положено в общем все ремонтируют вот смотрите здесь тоже что-то строит давайте еще один район посмотрим все таки может быть мы что-то увидим уже превращенное в японский город а возможно что-то похожее на то и вот на противоположном конце города частном секторе мы находим вот такие вот картины ну прогресс замечается как видите имеется асфальтированное покрытие на обочинах уже какая-то зелень тоже появилась здесь сортировка мусора или ее переработка видите какие средства используются столбы посмотрите как интересно расположены и вот как я и говорил что зеленые холмы они выручают хоть как-то картину но в данном месте я думаю и без холмов все прекрасно как видите приятное асфальтированное покрытие это и заборы вот мне еще нравится вот такие вот здания как будто сюда попал какой-то снаряд здесь фасад то ли ободран то ли не достроен здесь видите слева имеется такой вот по всей видимости сайдинг и наверное здесь ободрали его чтобы сделать отделку своей небольшой бани то есть зачем покупать можно ободрать дом после пожара все равно никто не живет такие вот практичные решения снова дорожное покрытие нас радует уже без асфальта хотя дата съемки то же самое в общем не здесь и добавить нечего можно только позавидовать тем кто живет в таком прекрасном районе конечно когда видишь столько много деталей не успеваешь за всем уследить конечно я не успел посмотреть на безбарьерную среду не буду уже уделять на это внимание поскольку и так очень много деталей мы здесь подметили безбарьерная среда я думаю это будет излишне но я думаю так увидите что она присутствует видите вот этот вот деревянный помост он стыкуется идеально с дорогой то есть инвалидная коляска проедет новомодные сегвеи все это тоже можно спокойно использовать в общем довольно полноценный жилой район в японии чтобы не отрываться от тематики мы посмотрим частный сектор и после него посмотрим одну из достопримечательностей попадаем мы на один из жилых районов в японском городе и посмотрим как же он отличается от южно-сахалинского здесь у нас дата съемки 2015 российском городе было 2013 пару лет разницы и вот таким вот образом все выглядит какие отличия мы здесь можем обнаружить конечно же их очень сложно найти иногда даже можно перепутать какую страну мы сейчас смотрим конечно же существенный минус в отличие от южно-сахалинского города видите у людей даже нет денег построить забор то есть сразу же идет палисадник и дом то есть даже перелазить злоумышленникам не приходится здесь пустой участок то есть никто заселяться не хочет в таких бедных условиях совсем немного лучше дорожное покрытие вот видите да немного получше обочина здесь вот что-то такое уложили снова нет никакого забора это тоже вы можете заметить ну и пожалуй все вот это все отличия буквально как я уже сказал сложно мне отличить какой город мы смотрим ну вот можно еще обратить внимание на безбарьерную среду я уже говорил что в южно-сахалинске она вроде как присутствует здесь она тоже имеется как видите заниженный бордюр здесь тоже просто когда сюда перехожу видите вот такая вот смазанная картина здесь на углу тоже имеется но вот наконец мы нашли забор но тоже видите не плотно дощечки прилегают друг другу то есть все просматривается у людей не хватает на стройматериал денег и поэтому приходится делать промежутки чтобы хоть как-то растянуть на весь забор небольшое количество материала ну давайте окончательно добьем японский город хоть и уже дальше некуда посмотрим еще один район здесь такая уже более крупная улица может здесь будет что-то получше воздушная прокладка проводов безбарьерная среда асфальт на дороге здесь имеется несколько этажные здания вижу что немного уже отличается архитектура в более таком современном стиле это все выполнено имеются такие вот какие-то балконы что тоже довольно необычно смотрится ну доходим мы до следующего перекрестка здесь тоже есть некоторые моменты посмотрите как выполнено крыльцо данного подъезда я не знаю это на одного хозяина или на нескольких такие вот деревья по всей видимости стрижены в общем то вот такой вот жилой район в качестве достопримечательности город не сильно выделяется и я выбрал вишневый парк форме пятиконечной звезды на месте старинной крепости с рвом называется он горю как у начнем с середины данного места и здесь расположено такое вот здание в восточном стиле посмотрите как оно выглядит сама местность имеет такие вот виды посмотрите как выглядит растительность возвышенности и сами дорожки по которым можно погулять с лавочками обратите внимание как выглядит само место и давайте наверное отправимся куда-нибудь поближе к воде и здесь имеется такой вот мост давайте посмотрим что же он из себя представляет в данной стороне город выход из данного места здесь же наоборот вход посмотрите как все это оформлено здесь у нас имеется такой вот водоем с большим количеством кувшинок посмотрите как выглядит сам берег на входе это выглядит все таким вот образом дальше уже продолжаются маршруты среди таких вот видов в общем я думаю здесь все довольно таки понятно ну и думаю можно на этом пока что закончить давненько не было видео я разогрелся на данном видеоролике где всего два города и при этом они не такие обширные но при этом очень показательные то есть самые важные черты я думаю затронул и поэтому на одной из достопримечательностей японского города это маунт хакодата мы закончим здесь как раз у нас виды на портовую местность следующее видео будет не менее интересным тоже по странам которые очень часто спрашивают я рад что в этом видеоролике мы задели россию поскольку я живу в этой стране и меня волнует плюсы и минусы данного государства поскольку минусов очень много хотелось бы чтобы они превращались в плюсы и конечно же кроме как с юмором ничего не остается как подходить к этим вопросам конечно же хотелось бы чтобы в россии было как можно больше положительных моментов показывать это видео друзьям и знакомым кто интересуется данной тематикой также поставьте лайк чтобы продвигать мое видео мне очень приятно когда вы поддерживаете меня также пишите в комментариях свои советы и впечатления но и до до скорого увидимся в следующем видео